Всем привет, вы на канале Unreal Russia, и это первое видео из серии про оптимизацию UMG. Для начала надо рассказать, почему UMG отжирает гораздо больше ресурсов, чем может показаться на первый взгляд. Ведь казалось бы, ну просто ПНГ-картинки выводить на экран, это же ничего сложного, что тут такого? Но дело в том, что система UMG спроектирована очень бескомпромиссно, в характерном таком эпиковском репертуаре, как и весь Unreal Engine. Вы же знаете, когда мы создаем проект, туда напихано все на свете, и мы должны сами выбирать и отключать в проекте то, что нам не нужно. Вот с UMG то же самое. Если заглянете в исходный код UMG на GitHub, то увидите, что там на каждом тике исполняется целая эпопея, и нам самим надо ее приструнять, ограничивать. Конечно, если у нас просто какой-нибудь шутан для ПК, в котором весь интерфейс это 5 кнопок в меню, полоска ХП и количество патронов, то, наверное, просадок от UMG вы не заметите. А если у нас, например, RPG-шка, такая богатая на интерфейсы, да еще и для платформ, которые послабже, то с просадками FPS вы столкнетесь очень быстро. Я когда-то раньше работал на довольно низкоуровневом фреймворке для мобилок, там кодить игровые интерфейсы было невероятно нудно, но были очень веские причины, почему приходилось это делать. Потом, когда я запрыгнул на Unreal и только начал знакомиться с UMG в Unreal, то очень приятно удивили все эти high-level фичи, избавляющие от рутинного monkey-кодинга, от которого я к тому времени очень устал. И все бы хорошо, но меня не покидало ни на вопрос, а в чем секрет, как они это делают, оно же вроде все должно будет лагать. Потом оказалось, что секрета нету, оно и вправду все лагает. Но, к счастью, это все можно оптимизировать, вот об этом как раз и будет серия роликов. В этом видео будет общий обзор где-то 6 методов, давайте начнем. Первое и самое очевидное это биндинги, вот просто не надо их использовать. Когда мы вот так биндим функцию, она будет исполняться каждый тик, и понятное дело, какие там могут быть последствия. Чаще всего нам не требуется изменять элемент интерфейса настолько часто, поэтому лучше использовать не биндинг, а ивент или функцию. Идем дальше. Дальше у нас альфа, прозрачность. Прозрачность очень часто используется в интерфейсах, штука довольно удобная, красивая. Но все-таки, если есть возможность обойтись без нее, то лучше обойтись без нее. Потому что движку приходится отдельно рендерить все, что находится под полупрозрачными объектами. А если еще и несколько слоев полупрозрачных друг на друга накладывается, например, там какая-нибудь миникарта плюс уведомления, то получится сами знаете что. Вот такие наложения лучше избегать. Дальше. Процедурная анимация. Процедурная анимация всегда гораздо тяжелее покадровой. Под словом процедурная имеется в виду, например, встроенный в UMG таймлайн. Также это могут быть, например, анимации, экспортированные из программы Spine. Она является стандартом индустрии для скелетных 2D анимаций. В играх они очень часто используются, в том числе и в интерфейсах. Сделанные в Spine 2D анимации могут быть невероятной красоты, просто потрясающей. И вот с ними надо работать аккуратно. Я когда-то тестировал производительность этих Spine 2D анимаций. Они могут очень сильно FPS ронять. По сравнению с простейшей покадровой анимацией разница была в десятки раз. Потому что в процедурной анимации мало того, что отрисовка меняется каждый тик, так еще идет нагрузка на CPU каждый тик. Там арифметические расчеты, координаты костей, деформация мешей. Поэтому с процедурными анимациями будьте аккуратнее. И с таймлайном в UMG тоже будьте аккуратнее. Таймлайн тоже добавляет нагрузку на рендеры на CPU каждый тик. Идем дальше по списку. Дальше у нас контейнеры внутри контейнеров. В каждом фрейме движок рекурсивно проходит C++ функцией Widget Paint по вложенным друг к другу элементам в наших виджетах. Для примера тут есть две канвас-панели. Одна неправильная, в ней слишком большая вложенность. И внутренняя функция UMG в Widget Paint будет вызываться много лишних раз. В идеале надо, чтобы структура была как можно более плоской. Видите, здесь ничего друг к другу не вложено. Тогда не будет в каждом фрейме лишних проходов. Конечно, это не всегда целесообразно все делать прям плоским. Поэтому делать или нет, нам самим решать по ситуации. Но иметь в виду, что большая вложенность влияет. Дальше, кликабельность картинок. По дефолту, все картинки, которые мы добавляем, движок определяет как потенциально кликабельные и добавляет их в так называемую хит-тест сетку. Хит-тест грид. Это нужно, чтобы в игре при кликах мыши движок вычислял, в какой элемент мы кликнули. И лучше в этой хит-тест сетке не держать лишних элементов. Если у нас картинка в игре чисто информационная и не планируется быть кликабельной, то надо в ее свойствах visibility менять на not hit-testable вместо дефолтного visible. Это сэкономит кое-какие ресурсы. Так, идем дальше. Теперь про видимость виджетов. Когда нам надо прятать виджеты или отдельные элементы внутри них, первое, что приходит на ум, это задать visibility как hidden. Но оптимальнее будет вместо hidden использовать свойство collapsed. Это снимает необходимость рассчитывать геометрию скрытого элемента и ее влияние на соседние элементы. Давайте посмотрим. Тут для примера есть три копии вертикал-бокса. В каждом из них по три картинки. Если среднюю красную картинку задать как hidden, она пропадает. Но движок все равно просчитывает ее геометрию и как она влияет на положение соседних картинок. Если же она не hidden, а collapsed, то ее геометрия не рассчитывается. Поэтому collapse оптимальнее hidden. Давайте запустим, посмотрим. Видите, в первом боксе слева все три картинки visible. Во втором боксе, который посередине, красная картинка hidden спрятана, но ее геометрия все-таки рассчитывается. И в самом правом боксе она назначена как collapse, и ее вообще как будто и нет. Движок не рассчитывает ее геометрию и не рассчитывает, как она влияет на соседние элементы. Поэтому collapse оптимальнее hidden. И еще, когда видишь, что надо часто прятать и обратно показывать, то лучше его не убирать из viewport, а просто коллапсить. Нода Set Visibility оптимальнее, чем нода Add to Viewport. Хотя Set Visibility, оно тоже не бесплатно, им тоже злоупотреблять не следует. Итак, мы уже рассмотрели шесть нюансов. Напомню, это были биндинги, прозрачность, процедурная и покадровая анимация, контейнеры внутри контейнеров, кликабельность картинок и видимость виджетов. Мне кажется, для этого ролика уже достаточно. Параллельно заливается еще три видео в плейлист по оптимизации UMG. Там будет про Atlas, про Retainer Box и про Invalidation Box. Потом со временем может быть даже еще что-то вспомнится. Или кто-то из зрителей подскажет. Так что текущее видео заканчиваем, но тему оптимизации UMG еще не заканчиваем. В описании оставляю ссылку на плейлист. Всем спасибо и увидимся в других роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok